Это подкаст «О чём говорят женщины», спонсор этого сезона – Фитстарс, фитнес-платформа номер один в России. Юля, Настя, Юля в студии Red Barn. Мы вновь вместе, это прекрасно. И что у нас? Весна на улице, весенние деньки? У нас самая главная женская встреча. Я так рада встречам. Это такой плавный заход о том, о чём мне хочется рассказать. Вы косвенно, кто-то лично и вообще, мне кажется, все при все уже последний месяц знают, чем я жила, чем я живу. И сейчас я могу подвести итоги. Девочки, я это сделала. Мы провели медиафорум для старшеклассников. Это же моё место работы в школе, да? Вы все знаете и помните об этом с утра до вечера. Слушайте, ну это какие-то нереальные эмоции. Я не хочу. Все посты, что, как прошло, мы отписали. Это были медийщики. Это было 200 ребят, которых мы учили, катали по экскурсиям, которых заряжали на новые медиапроекты, обучали. Они делали свои защиты. И на самом деле это было так глобально, что по цифрам, я могу сказать, представьте, было задействовано 480 человек во всей этой тусовке. И мне казалось, что с понедельника по пятницу мне просто надо выжить. А в конце, знаете, что я на себе пощутила? В пятницу я, мне кажется, просто до слёз была растрогана всем итогом, обратной связью и показателями, которые у нас там просто зашкаливали, да? То есть мы рассчитывали, что будет столько-то участвовать, ребята. Участвовало почти в два раза больше. Мы рассчитывали, что мы столько-то работ сделаем, а работ в три раза больше получилось. И добили меня, конечно, мои ученики, которые мне всё это помогали делать. В хорошем смысле этого слова? Да. Нет, добили эмоционально, в прямом смысле. Я разрыдалась. Они сделали видос, делали подсъёмки. Я видела, это кайф. Хитренькие такие. Комментировали. И это было так мило, так душевно. Просто какая-то взаимная любовь. И знаете, что я поняла? Что это тот проект, который меня беременную на седьмом месяце, которая уже там с дневными сончасиками, ещё какими-то вещами. И тут я гоняю по экскурсиям, постоянно на связи во всех чатах, телеграммах, переписках. И я понимаю, что у меня не просто есть силы, а я хочу ещё. Прикиньте, такая обратная волна накрыла тебя. И накрыла волна не потому, что я молодец, я сделала. Вообще нет, это не сработало. Сработали видосы от ребят, слова, которые они сказали. Люди, которые просто коллеги старшие подключались и предлагали намного большее, чем ты просил. Ребята, помогите найти спикера, а тебе просто организовывают мега-суперэкскурсию. Вот эти человеческие качества, честно, я получила то, за чем я не ходила, понимаете? Потому что, ну обычно же как бывает, ты ставишь себе цель, ты говоришь, я хочу это-это получить. И ты получаешь, ты такой, о, классно, ты удовлетворён. Если не получаешь, не удовлетворён. А вот эта бонусная волна, она тебе, да, она тебе, никто тебе её не гарантировал. И когда вот эти вещи пробудились, самые крутые ощущения, да, что тебя любят, тебя поддерживают, верят в твоё детище, проект, и ещё больше начинают давать, чем ты просишь. Это, я не знаю, это такого дорогого стоит, что вот эти все усилия, иногда, чтобы выйти на какую-то такую пиковую точку, они прям не просто оправданы. Я не знаю, жить ради этого хочется. Это офигенно слышать, когда кто-то, ну, близкий человек, вот настолько чем-то горит, чем-то вдохновляет, и доволен собой, да, чтобы гореть так. И потому что это заряжает и тебя на что-то. Ну вот это же говорят, окружайте себя людьми, которые вас вдохновляют. Ну чтобы, или каким вы хотите стать, да, люди, которые, может быть, чем-то крутым занимаются. И вот я тебя слушаю, мне тоже хочется что-нибудь сделать, потому что как-то, мне кажется, я ничего не сделала ещё в последнее время. Тебе кажется. Это тебе кажется. Знаешь, что любопытно, что я замечаю, как такие вещи проходят. Вот сейчас, да, я в эмоциях, сейчас вот я своей волной хочется вас накрыть, слушателей накрыть, да, вдохновить, делать и творить ради своего любимого, потому что ты приобретаешь всегда больше. Люби своё дело, но это сто процентов, да, потому что тогда всё приходит. Как только начинаешь высчитывать, рассчитывать, есть шансы, что, скорее всего, будет только то, что ты высчитал, если хорошо высчитал, потому что, может, ещё и не получится то, что ты высчитал. Но это всё уходит. Это так молниеносно, потому что вот все эти проекты, все эти тусовки, замечательно, но всё это раз, вы знаете, как праздник. Ты круто отметил свой юбилей, классно. Эмоции утихают. Эмоции утихают, остаётся главное, ключевое. Остаётся семья, остаётся ценности вечные, вот взаимоотношения, любовь. Вот это вот прям, это такая, как сказать, надо не забывать, что ради этих эмоций, ради таких проектов я давным-давно поняла, что я не хочу ради них жить. Мне очень нравится, когда они появляются в своей жизни, но при этом при всём, почему я всегда выбираю семью, детей, потому что, ну, это вечно. Вот правда, это вечно. А вот это всё ярко, так красиво, первые обложки, ну, такая. Ну, ты знаешь, это что-то эпизодическое, которое ты периодически вкидываешь в свою жизнь и вдохновляешься, но потом ты как бы отходишь обратно в свою обычную жизнь. И вот абсолютно правильно ты говоришь, мне кажется, что я ничего не сделала. Ещё две недели назад я бы так же сказала. Мне кажется, что я ничего не сделала. Ничего, что было, куча форумов, мероприятий. Это потом обнуляется моментально. Да, я про то же, да. То есть если ты не поменял чью-то жизнь, когда ты понимаешь, что ты сделал что-то хорошее, да, если, я даже не про детей, а иногда просто ты, ну, с человеком законнектился и вот как-то, да, повлиял на его жизнь, и не для постов в соцсетях, а реально ты это ощущаешь. Вот эта энергия, она вечно. Что-то как-то в философске сегодня вообще просто закрутили сумасшедше. Просто знаешь, что меня спровоцировало? Когда ты сказала, что, ой, ты меня вдохновила, и мне сразу хочется сделать такую ремарку, что круто двигаться, если тебе это нравится, заряжаться, я вообще чужих идей ворую сто-пятьсот раз, потому что, ну, зачем изобретать велосипедки, если есть классные механики. Да, если классные механики существуют, почему их не внедрять и дальше не делать, да? Но, мне кажется, и без этого всегда можно прожить и жить счастливо. Главное, в гармонии с собой, это точно. Сто процентов. Это к слову обучения, да? То есть мы говорим, что хочется учиться, хочется вот чему-то. Иногда можно учиться, не поступая на курсы, просто создавая себе какие-то жизненные ситуации. Мы адекватные ребята, и у нас горящие глаза, сердца и путливый ум. Мы учимся бесконечно, каждый день, неважно, сколько тебе лет. И вдохновляемся до других людей. Вообще, вот, кстати, я сегодня много думаю о том, что я даже вдохновляюсь, когда я влюбляюсь в кого-то, во что-то. Не обязательно даже в романтическом смысле влюбляться, да, можно просто встретить какого-то человека интересного лично или даже просто заочно. И настолько тебя это зарядит. Хотя вот романтически мне сложнее влюбляться, чем просто вдохновиться кем-то мимолетно. Ну еще бы, конечно. Потому что мне кажется, что в этом плане мне сложно попасть в сердечко. Не знаю, какой это должен быть принц-чарминг какой-то по всем фронтам. Ну, как у вас с этим? Вас вообще вдохновляет влюбленность? Мне кажется, это какой-то другой уровень жизни. Ты начинаешь, ну, двигаться, что-то хотеть. Ну, главное, чтобы это не перешло в какое-то нездоровое такое. Вы знаете, вот эти первые эмоции, такие классные, они настолько заряжают. Я сейчас скажу что-то ужасное, но мы это состояние можем в себя притянуть в любой момент. А, да. Я вдруг начала анализировать и поняла, что мы на каком-то клеточно-химическом уровне сами можем себе вообразить вот это состояние. Это правда так. Ну, приятнее, когда это с реальностью совпадает. Мозг с нами играет иногда, такие шутейки шутят, что... Ну, знаете, мне нравится состояние влюблённости, любой, но иногда я его даже боюсь, потому что иногда я перегибаю палку в своей голове, и это уходит из знака в плюс, в знак в минус. Я начинаю слишком копаться в себе, но я сейчас, наверное, скорее про романтику, да, ухожу уже, и начинаю уже заранее думать, почему я не могу с кем-то там быть. Типа, или я ему не подхожу, или он мне не подходит. И, короче, это у меня скорее в минус входит. Поэтому я очень осторожна в этом плане. И, если честно, я вот тоже много рефлексирую на этот счёт. Мне вообще в целом кажется, что я на поверхности говорю, что я хотела бы отношений, но по факту я их избегаю. Потому что я всё... А тебе? А мне... Слушайте, это очень откровенно, на самом деле, для подкаста, ну, для личных моих границ, да, я бы не хотела, чтобы это многие, кто услышал. Ну, потому что я себя чувствую уязвимой, да, когда я об этом говорю. Но это так, я это поняла. Просто раньше я это отрицала, а сейчас я реально поняла, что я могу говорить, да, да, отношения — это классно, я очень хочу. Но я делаю всё, как бы, чтобы в них не попасть. Либо как только что-то, что-то, я ускальзываю оттуда. А это почему? Страх близости. Потому что, ну, истинной близости, да, такое. Тебе нужно открыться человеку. Ты, опять-таки, будешь уязвим. Тебя могут делать больно. И я понимаю, что вот я боюсь, что мне сделают больно, и я поэтому избегаю оттуда. Прости, я сейчас... Мы сейчас опять в терапию уходим. Мне неинтересно, но ты можешь не отвечать на этот вопрос. А так случилось из-за чего-то? Или ты просто себе что-то надумала? Тебя кто-то обижал? Не, безусловно, ты по жизни идёшь, ты получаешь какой-то опыт, и не всегда он позитивный. И когда тебе делают больно раз, другой, ты потом уже думаешь, да зачем оно мне надо? Если это не прям там влюблённость, носящая тебя с ног, там, любовь с первого взгляда с кем-то, ты как бы лучше я буду избегать, и мне зато не сделают больно. Это, ну, как бы тоже само... Не знаю, обман что ли такое. Ведь надо рисковать на самом деле. Конечно. Ты все рискует, в отношениях рискуют двое. Оба боятся, например, да, что им сделают больно. Но иногда же это заканчивается удачно, хэппи-эндом, как любят говорить в разных фильмах и всё такое. Но страшно, блин, капец. Я думаю, это многим сейчас откликнется, поэтому я, наверное, завела этот разговор, потому что, мне кажется, сейчас это распространённая довольно проблема во всём этом дейтинге, в этой любви. Поэтому, не знаю, я предпочитаю избегать, но я когда про себя это поняла, то я поняла, что мне надо это преодолеть как-то и быть более открытым и не бояться, что мне сделают больно. Да, мне сделают больно, но это типа не станет... Я не стану от этого прям хуже, или моя жизнь от этого не разрушится. Я пойду дальше и влюблюсь ещё раз. Это нормально. Это ещё очень важно научиться прошлый опыт, не перекладывать в нынешнее будущее какие-то истории. Да, да. И так мало кто умеет делать. Слушай, Настя, у меня две мысли. Первая, ты это озвучила, и я хочу ещё раз акцентировать, очень классное наблюдение. Я услышала в откровениях Юлии Меньшовой, когда она сказала, я ходила к психотерапевту очень много лет до тех самых пор, пока я не научилась говорить самой себе правду. То есть когда ты сам себе говоришь правду, что я чувствую, то есть не как сводится, да, в теории, да, я не ревную, нет. Ты можешь сказать нам что угодно, ты себе скажи правду, любишь, не любишь, хочу, не хочу. Вот как только ты начинаешь быть правдивым самим собой, тебе легче увидеть через призму адекватности. То есть не... Юля правильно говорит? Мозг такая штука, тебе столько нафантазирует, а еще всякие доводы, аргументы, о соцсети, о подружке, о окружении. Все, ты в этом коме живешь иллюзией и можешь не услышать свои чувства и свое настоящее. Это сто процентов. Еще мне очень понравилось высказывание, я не помню, кто из актрис сказал, но она говорила про себя и говорит... Она это все знает. Актрисы. Я слышу, что красненькое, вот такая... Я люблю смотреть интервью, обожаю. Просто мне кажется, что человеческие истории это самое крутое, что может быть в жизни. То есть никакие невыдуманные, а вот правда на своей практике и философские размышления. Без разницы, кто какую позицию занимает, но очень любопытно. Поэтому мы здесь все время слушаем друг друга. И она говорит, вообще актриса, допустим, должна всегда быть чуть-чуть влюбленной. Всегда. Потому что ты испытываешь вот эту жизнь, эмоции, адреналин. Да, я вот об этом. Но влюбленная по-настоящему. И представь себе, вот ты мне говоришь, я боюсь там влюбиться, чтобы не сделать больно. А ты представляешь, а у нее такая философия. Она вообще все время любит, расстраивается, но это эмоции. Как это восприятие разное. Видишь, я расстраиваюсь от того, что я расстроюсь, а она из этого почерпнет и пойдет дальше. И самое ключевое, мне хочется, чтобы ты почувствовал, что жить одним днем это тоже окей. Просто сейчас. Юля из моей головы вытащилась, что я здесь и сейчас. Не надо там себе придумывать. У нас же у девочек еще есть такое свойство очень странное. Всегда так хихикают. Ты вроде бы только там нашла симпатичный объект и вроде бы там что-то намечается. А ты уже в своих фантазиях по рижскому взморью с вашими тремя дни так гуляешь. Ты понимаешь? Вот в чем весь идиотизм этой ситуации. Блин, у меня такого не было. Вместо того, чтобы вот здесь и сейчас кайфовать от того, что происходит. Да, я согласна. Знаешь, что девочки увлекаются этим? Мы придумываем себе версию человека в голове, которую нам хотелось бы. А ведь, может быть, и не существует. Она не состыковывается с реальностью. Почему вы это придумываете, девочки? Почему? И тишина. Я просто пытаюсь... Нет, я вот... Знаете, потому что нет, потому что просто мы хотим все любви и хотим идеального человека себе. Мы же тоже поначитались, понасмотрелись. А я просто переношусь в свои отношения, да, у меня кайфовые отношения, 12 лет. Но что будет через полгода, я не знаю. Я не могу гарантировать, что это любовь навеки, да? То есть, но... Сейчас, да. И я пытаюсь перенестись в тот момент, и я хорошо их помню. Все эти ощущения, всех этих бабочек, все это сумасшествие, которое творится и на физическом, и на химическом уровне. Ты думаешь, как всех этих баб? Но... Что самое интересное, я безумно любила, была вдохновлена этим человеком, и при этом я каждый день... Знаете, какой задавал себе один и тот же вопрос? Вот если мы сейчас расстанемся, меня сильно накроют? Вот я вам отвечаю. Я каждый раз себе делала такую установку. Я понимала, ну, сейчас вообще окей, ну, разойдемся и разойдемся. Потом я понимаю, ну, я поплачу. Потом я понимаю, мне будет тяжело. Но при этом я понимала, что сейчас-то мне круто. Я хочу сейчас. Пусть будет два месяца, пусть будет полгода. Это знаешь, Настя, на самом деле ты говоришь, что такие базовые вещи, то же самое, вот я на состоянии детей, да? Да какая разница, принесет мне этот ребенок стакан воды? Не принесет. Я понятия не имею, каким он вырастет. Я понятия не имею, как сработают мои методики воспитания. Но мне же сейчас классно. Мне же сейчас это маленькое чудо улыбается. Я согласна с тобой, да. Все, какие надежды, какие возлагать, ну, вот какие-то. Потом можно не оправдаться, потом можно разочароваться. Зачем? Тогда лучше этого не делать. Очень хочется, чтобы ты была влюблена. Мне тоже. Прекрасная, красивая, цветущая Анастасия в замечательном южном городе. Ну, ты должна на свиданки бегать. Не знаю, каждый этот, как сказать, каждое время года. Сгидывать нам в чатик, девочки, выбираем, сегодня с кем я иду. Видите, я себе соломку пытаюсь постелить. Не надо, не стели. Хотя нет, ты когда говоришь, я с тобой полностью согласна, что, ну, я не питаю люди, что мы со всеми людьми, которые вокруг нас на всю жизнь. Я тоже согласна, что это какие-то истории, да, могут быть недолгосрочные или просто там, пять лет. Ну, не знаю, просто это может быть что угодно. Это и дружба касается, и всего. Я к этому абсолютно ок отношусь, но вот в контексте романтической любви мне все равно страшно. Не знаю, вот это психология, мне кажется. Мне к психологу. Позовите психолога. Ты сама себе психолог, на самом деле. Ну, видишь, я дотункала же вот это. Конечно, конечно. Я вообще не вижу у тебя проблемы. У тебя есть, я не знаю, с чем связано, может быть, у тебя какие-то свои рамки. Ты вообще сама себе рамки понаставила, на самом деле. Потому что почему не целоваться под дождем? Почему не целоваться на первом свидании? Это моя мечта, целоваться под дождем. Почему не выпить чашечку кофе, сказать, пока я больше никогда в жизни с ним не встречаться? Ну, почему нет? Ну, почему? Вот ты словила этот момент, у тебя 30 минут кайфа, всё, пока. Просто знаешь, у меня ещё какая проблема? Вот я где-то это выше сказала, что мне сложно влюбиться, потому что там якобы человек не соответствует чему-то. Короче, мне люди многие, ну, это может странно звучит, может высокомерно даже с какой-то стороны, вот многие люди, очень мало людей, которые вот меня прям могут захватить. Может, это то, что это нездорово, когда ты не можешь влюбиться спокойно, тебе нужны какие-то эмоции, драма или что-то. Но вот не цепляют меня люди многие в плане интеллектуальном, не знаю, в любом другом. Вот поэтому я говорю, что мне сложно влюбиться. Не знаю, мне кажется, это нормально, это ты. Ну да, я же не могу тебя заставить с кем угодно. Это ты, ну вот у тебя вот так, ну не цепляет. Должны быть какие-то определённые видения. Я согласна. Тогда лучше подождать. Качество и навыки у человека, чтобы вот хабудыши. Ну да, я то есть не могу это сделать просто для веселья, в плане влюбиться, чтобы вдохновиться. Мне нужно прям влюбиться, по-настоящему, искренне, чтобы я сама себе поверила. А кому нужна? Всем нужно. Может, когда ты сам себя немножко обманываешь, тебе достаточно будет каких-то там просто бабочек таких первых. А вот тут уже на терапию. Ну вот серьёзно. Я хочу сама себе поверить, в общем, знаете, чтобы я себя не убеждала, что вот да, всё хорошо, и всё такое, я влюблена. А вот прям искренне, без вопросов. Да. Вот чтобы да, А в том-то и дело, что настоящая любовь, она не из перечня, что входит, подходит, ещё что-то. Она вот есть и всё. Тебе не надо даже это объяснять. Как в этом, как в монстр на каникулах. Дзынь. Да. Должен произойти. Вам так говорили, да? Да, да, да. У меня дзынь. Класс. Как она говорит, это ни с чем не спутаешь. Да. Это, ну, это не надо объяснять. Ну да, мне кажется, ну, у меня было такое, но, как видите, я всё ещё здесь, когда ты встречаешь людей и понимаешь, что, ну, это твой человек. Вот так, мне кажется, и с подкастами происходит. Может случиться дзынь с первой секунды прослушивания. Давайте проверим. Включите подкаст из 13 в 30. Он о молодых людях, которые постарели слишком рано. Каждый выпуск ребята обсуждают явления современного мира, рассказывают потешные истории и делятся своими открытиями со слушателями. В новом девятом сезоне Даша, Диана и Данил будут разбираться в том, как стать ближе к природе, обрести покой и обрести осознанность. Слушайте на всех платформах. А знаешь, у меня сколько было неудачных свиданий, а зато теперь какая орда классных друганов у меня образовалась. Они во френд-зоне твоей? Да, да, да. Они ждут? Нет, никто ничего не ждёт. Это были договорённости обоюдные. То есть мы понимали прекрасно, что дзынь не случился. А потом через время алё-малё, и мы же классные друзья, и там что-то тусим вместе, болтаем. Знаешь, столько историй, когда говорят, что вообще-то влюблённость, она не должна быть такой с ног сносящей. Если ты просто знакомишься и узнаёшь человека постепенно, и потом влюбляешься, что это как будто более здорово. Но я более романтично настроенный человек, я хочу, чтобы у меня дзынь был. Я всегда, знаете, как я переживала в детстве девочки? Я подходила к моей бабушке и говорила, Надюша, вдруг я не пойму. А что не пойму? Вдруг я не пойму, что это вот любовь. А у меня же был пример бабушки с дедушкой, которые больше 60 лет прожили вместе, на секундочку. А Толя, ну, он уже умер. К сожалению, Надюша ещё бодра и весела, 92 года девчонке. И как обожал мою бабушку дедушка, это что-то невероятное. И мне же тоже так хотелось. Прям вот у них любовь, любовь, любовь. И я переживала. Я говорила, Надюша, если я вдруг не распознаю, если я не пойму, если я что-то пропущу кого-то, человечка своего, и как я тогда буду? Я вот хочу, чтобы как у вас с дедушкой всё произошло. Она хохотала вообще. Она говорила, Юляша, сердечко подскажет. Твоё от тебя не уйдёт. И она не обманула меня, потому что я искренне в любви, в огромных чувствах классных и взаимных выходила замуж первый раз, выходила замуж второй раз. И реально сердечко меня не обмануло, потому что у меня тахикардия такая начиналась в момент встречи с этими мужчинами, что такая, а, да, вот оно что, вот оно как работает. Кстати, знаете, я бы тоже думала сейчас, один из сценариев избегания отношений, это же, когда ты выбираешь людей, объектов, да, своей влюблённости, которые по каким-то причинам тебе недоступны, либо недоступны в плане эмоциональном, там, да, закрыты, не готовы к отношениям и так далее, либо просто, не знаю, кто-то влюбляется в каких-нибудь знаменитостей даже, и это я не про себя слышала. Ну, вы поняли, да, что, типа, когда ты общаешься с человеком, который, ну, явно, не может тебе дать тех отношений, которых ты хочешь сейчас, и ты это понимаешь, но ты всё равно продолжаешь, например, с ним общаться и подстраиваться, то это вообще путь в никуда, да, абсолютно. И вот это тоже, но это же тоже как сценарий избежания настоящих отношений. Ты выбираешь сейчас не уходить, не проходить мимо и идти... Кстати, очень классную фразу слышала? Я в Юлин лагерь добавляюсь. Красивых высказываний. Там, где нет любви, я прохожу мимо. Мне кажется, эта фраза может вообще на всё распространяться, и на работу, и на романтику, потому что, мне кажется, вот это одно из ключевых, да, чувств, которые мы должны ко всему испытывать, к своему делу, к человеку, который рядом. Если это по каким-то причинам невозможно сейчас, то не нужно тратить своё время, наверное, просто. И найти в себе все эти силы и пойти дальше, жить свою прекрасную жизнь. Это... Я сейчас немножко с грустинкой, если вы слышите, я так говорю. Это очень тяжело на практике, но... Ничего не тяжело. Посмотри на меня, потому что я уже много лет живу как раз-таки вот с этим осознанием, о котором ты только что сказала, о котором ты только что процитировала. И также с пониманием, что жить каждое мгновение, каждую секундочку нужно из любви. Тоже вот стоит. Есть над чем подумать, да? У нас сегодня прям философский выпуск, да? Нет, нет. Мне кажется, у нас на самом деле ключевое как раз, то, что пронизывает, да, вот всё основное, весь базис, все счастливые отношения с работой, с друзьями, с твоими родителями. Это вот это главное чувство. Оно интересное, кстати, заметили, очень некоторые сравнивают, что это у нас в России все мы всё любим. И осень мы любим, и человека мы любим. Нужно как бы слова разграничивать, да? Но по сути, мне кажется, это как раз идеально. Это основа основ. Это основа основ. Не надо там нравиться, симпатия, ещё что-то. Правда, оно искреннее чувство, оно по-разному проявляется, это логично, да? Мышку-нарушку свою домашнюю любить можно очень искренне и максимально как соответствует вот этому направлению. Ну, в смысле? Ну, в смысле. Ну, дома у тебя живёт мышка. Мышка, японская мышка, мышка-нарушка. У меня просто жила японская мышка. Я вспомнила. Я её искренне любила. Я просто такая всё за метафорой. Хоронила её там всё. То есть я правда вот прям полностью любила её, да? И люблю своего мужа. Ну, это, конечно, несравнимые ощущения, но и там, и там ты на максималках, потому что в основе есть искреннее вот это чувство, которое не потому, что так надо, модно, красиво, хорошо зарабатывает, умный, ещё что-то, а потому что вот этот порыв душевный. И правильно говорят, мне очень нравится высказывание людей в возрасте и других поколений, умных, грамотных, не всех подряд, это 100%, но они зря от в корень. Мы сердцем чувствуем эти вещи. Действительно так. Потому что как только начинаешь по суставчикам разбирать, иногда чупапало наш мозг скреативит. Вот это внутри нужно услышать. И вот, знаешь, мы говорим про любовь, про симпатию, про вот эти приятнейшие чувства. Это однозначно корень вот в этом добром, сильном ощущении. А всё остальное потом нарастает из кирпичиков, это правда. Потом уже начинаются схожие интересы, ещё что-то. У нас один соведущий из другого подкаста сказал классные вещи, связи людей. Культурный код должен объединять человека. Да, безусловно. Интеллектуальное развитие вашей интересы. По сути, я тоже так считаю, то есть у вас может быть многие разные вещи, но вот эти, то, что вас, если не отталкивает, и вы находите его сопричастность, блин, это классно. Девочки, в общем, сегодня мы стали ближе с вами и со слушателями, потому что, видите, сегодня я показала свою уязвимость. Но, в принципе, это мне никак не... У нас даже энергетически от тебя чувствуется сейчас вообще другой вайб, вот потому что ты открылась, и тебя даже... Даже шутить над тобой не хочется. Ну, правда, чтобы не ранить. Ты такая нежная, открытая, что хочется тебя оберегать и очень трепетно относиться к тем высказываниям, что ты нам сегодня сказала. Ну, видишь, просто что я себе разрешила это как бы озвучивать. Озвучила себе и разрешила это озвучивать другим, что не обязательно будет всегда такой, типа, cool girl, которая такая, мне нужны отношения просто так, потому что я не так все классно. Нет, я их хочу, но я признаюсь себе, почему я их боюсь, почему я их избегаю, и, мне кажется, это уже позитивный знак, чтобы я смогла двигаться дальше и преодолеть этот страх какой-то. Так психологи бы и сказали, кстати. Ты там это, не грузись. Нет, я не грузюсь, это просто, типа, знаешь, у меня бывают периоды, когда я рефлексирую, и вот это сегодня попало на сегодняшнюю запись. То тоже нужно это все прожевать и анализировать. Иляш, что по письмам у нас? Я отвечаю за почту, о чем говорят женщины. У нас есть специальные такая бандерольки, которые мы получаем. Слушайте, сегодня Алина из Самары хочет поделиться классными вещами и полезными привычками. И у нее даже есть цель на этот год, кстати. Наши подписчицы ставят себе цели. Да, мы же целью делимся с другим другом. И, быть может, мы даже некоторые цели себе скопируем. Моя цель будет влюбиться, да, походу, на этот год. По-настоящему. Нет, не заморачивайся, не ставь эту цель. Нет, ну я имею в виду, знаешь, морально такая. Чем-то другим пока займись, а это все придет. Вот давай я тебе приведу ее пример. Возможно, ты позаимствуешь. Алина пишет. Привет. Привет, Настя. В этом году я поставила себе цель просыпаться с первым будильником и делать по утрам зарядку. С первым будильником это мне тоже надо. А первый будильник, смотря на сколько, да, стоит? Да. На 9 или на 12 дня? Это важно. Нет, 12 поздно. У меня просто нет проблем с первым будильником, и я... Я без будильников не стою. Да, не в категории людей, которые там переключают постоянно. Но, Алина, если вам этого хочется, то, конечно... Прекрасное время, когда ты переключаешь будильники. Оно где-то было в моей молодости. Вы могла себе позволить. Я вас так понимаю. Серьезно. Ну, Алина, вы большая молодец. Надеемся, что к цели своей придете. Если захотите, обязательно придете. Да, конечно. Надеемся. Ну, и чтобы у вас было больше мотивации, включайте по утрам зарядки от нашего партнера и друга FitStars. На одну тренировку ты потратишь до 15 минут, а заряд бодрости будет на весь день. Тем более, что FitStars предлагают и активные, и более лайтовые варианты, чтобы ты точно нашла для себя нужную. FitStars – это фитнес-платформа домашних тренировок номер один в России. Здесь тебя ждет полторы тысячи тренировок от 15 до 45 минут, собранные в более чем 100 программ от лучших тренеров. Каждый понедельник выходят премьеры новых программ тренировок. Все тренировки в FitStars подобраны с учетом твоих целей и потребностей. Ты можешь заниматься йогой, растяжкой, развить привычку делать зарядку, создать мышечный рельеф или похудеть. Все это в удобном формате. Все уроки оптимизированы под любой гаджет. В личном кабинете платформы ты сможешь отслеживать свои показатели, получать рассылки с новостями и лично общаться с тренером. Также на платформе есть более 20 образовательных курсов по здоровью и красоте, полезные рецепты и авторские статьи. Выбрать подходящий вариант подписки на платформу можно по ссылке в описании. Реализуй все свои мечты и цели вместе с FitStars. А для наших слушательниц FitStars дарит бессрочный промокод ТЕЛО на скидку в 70% на любой тариф подписки. Выбрать подходящий вариант и начать достигать своей цели можно по ссылке в описании. Я можно спущу вас на землю? Не про любовь. А то мы тут такие прям лапочки тут тушечки и про любовь, и про общение, и про обмен энергиями с прекрасными людьми. А я с калькулятором тут давлю. Деньги правят. Дай бал. Извините, извините. Крот из дюймовочки к нам тут зашел. И посчитала, сколько я уже трачу на то, чтобы быть красивой женщиной каждый день. И сколько бы я хотела. Ну, то бишь, я не добираю. Я бы еще кое-какие процедуры включила бы в свой постоянный мацион, рацион. Вздохнула тяжело. Я думаю, да, блин. Быть ухоженной женщиной очень дорого. Это факт. Очень дорого. Очень дорого. Начиная от каких-то малышей, которые с нами всегда. Маникюр, педикюр, брови, ресницы. Ну, ресницы. Ну, хотя бы там что-то тоже с ними там поделать. Витамина прикольного. Я не говорю про наращивание. Не люблю все это дело. Вот. Опять же, иногда у меня бывают такие периоды, когда вот я сейчас хожу, такая вся прям натуральная-натуральная. Я и процвет волос в том числе, да. То есть мои седины меня не смущают. Потому что это мои седые волосы. Я взрослею, все нормально. И вообще мне этот тренд сейчас нравится на седину и прочее. Но иногда я же девочка. Я же вчера такая, сегодня такая, послезавтра вот такая. Естественно, мне хочется иногда там. Может быть, все-таки какой-то там другой цвет, что-то. Ну, а так как я люблю холодный блонд, уж извините. Вот. Я позвонила своему стилисту, говорю, примерно, давай прикинем мой холодный блонд. Он примерно прикинул. Я такая, думаю, да не так. Потому что... Хорошая инвестиция, кстати, да? Да. Работает. Все, человек счастливый человек. Прибыль не приносит, но и расходы никакие не несет. Прибыль не приносит. Ну, как сказать, не приносит. Моя светлая голова меня гордит. Все же женщины, как я, думают, офигеть она. Да, мне много кто не верит. Телочка-то знатная. И сколько она вообще вбухивает во все это. Так и сколько, Юль? Ты сказала, что ты озвучишь. Сколько? Ну, от 20. Ну, красить волосы это очень дорого. А дальше Настя права. Уход за этим, за всем. Потому что этот блонд, да хоть любой цвет волос, он требует ухода, чтобы это все колосилось, сияло и выглядело очень круто. Юль, знаешь, у меня с блондом все ок, а вот я хожу с каре постоянно. И это тоже куча денег надо, чтобы его поддерживать. Это каждые полтора-два месяца ты стрижешься. Это как бы больше, чем обычно люди стригутся. И особенно, когда ты уже нашел своего мастера и не хочешь идти к другим. И он берет достаточно тоже весомые суммы. Это, конечно, выходит в копеечку. И как бы, ну, видишь, если ты делаешь этот выбор, если тебе нравится так выглядеть, то ты поддерживаешь. Мне сейчас немножко неловко, мне кажется, мне надо покинуть ваш чат просто сейчас судорожно. Почему? Ну, как почему? Потому что я не хожу в парикмахерскую, я хожу в парикмахерскую примерно раз в полгода, просто подровнять кончики. Или раз в три года, когда я решила резко срезать волосы. Затраты на парикмахера вообще у меня не в списке. Я сколько уже, десять лет хожу со своим натуральным цветом волос и ничего не крашу, потому что меня просто подбесило умилирование, которое потом отросло. Эти корни, это ужас. Это или продолжай краситься, а ты же уже поменял настроение. Я не хожу к косметологу, я не хожу на брови, не хожу на ресницы. У меня единственная из всех моих растратов это куча корейских масочек, эмульсий, всего остального, что есть дома. Тейпы, которые я постоянно на себя клею, и у меня мелкий ребенок постоянно любит их отрывать. Знаете, да, тейпы такие? Да, да, да. Как муж меня называет, скотч на лице. Они еще в разных цветах всегда. И, блин, я не знаю, я сейчас начинаю... Или ты чувствуешь себя недокон... Ну, не знаю. Короче, еще у меня есть шелак-набор, потому что, когда я посмотрела ценники, я такая думаю, ну, нет, я сама себе буду делать шелак. Правда, я не делаю это так регулярно, как делают девочки, которых это в расписании дня, но когда мне хочется, я привожу себя в порядок. Ты это к тому говоришь, что ты, короче, чувствуешь не женщина, или что? Нет, я просто поняла, что та сумма, Это я тебе только про волосы сказала. Я понимаю, это та сумма, которую максимум я готова потратить на кружки ребенка. Блин, ну да, это очень большой бюджет. Нет, так я не трачу, Юля, это я хотела бы, это где-то в моих мечтах. Мы только про волосы сказали. Это только волосы. А сейчас я еще, Юля, прости, перебиваю. Этим живут. Морально. Это нормально. Я не говорю, что я себя чувствую не такой. Вы хотите выглядеть же хорошо? Или это только у меня такое? Блин, почему я сейчас только выгляжу себя хорошо, и поэтому не хочу никуда? Так видишь, это мы классно в твоей ситуации. Да просто 7,43, Юля. Поговорим через сколько там, 10 лет? Не, ну знаешь, я в 27 все равно для себя вижу определенное количество процедур, которые бы я хотела делать. Я не говорю, что там улучшайзинг какой-то, да? Просто вот для здоровья, так сказать, да? Конечно, тот же массаж, который мы уже 300 раз обсудили. Мне кажется, у меня еврейские корни просто здесь сработают. Тебе это типа жалко? Да. У меня сейчас, знаете, они как сработали в еврейские мои корни? Они у меня действительно есть. Мне правда жалко, и у меня тоже есть. Вот я сейчас с моральностью я готовлю к тому, что вы знаете, что я готовлю переезд, и подружка мне оттуда, которая уже там живет, говорит, Зай, готовь 3 тысячи на маникюр. Я говорю, нет. Ну нет, я не готова. Это в рублях уже? Да, это мы перевели уже в рубли. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну потому что вот приехали наши русские девчонки, все эти топовые классные мастера, кто из Питера, кто из Москвы, кто откуда, и они поставили вот такую цену. Я говорю, а не русские мастера? Это опасно. Она такая, ну я уже сходила, как бы не советую. Все же говорят, что да, у нас в этом плане уровень мастеров. Да, наши девочки впереди планеты всей, то есть круче наших, никто маникюр-педикюр не подстрижет, не сделает, это уже доказано не раз и ни одной историей, ни одной девочкой. И вот представь, Юль, ну я честно, я не готова, пусть простят меня все мастера, я не готова тратить на маникюр три тысячи рублей. Это какая-то дурацкая, ненужная трата. Даже при условии, если у тебя есть свободные деньги? Даже если у меня есть свободные деньги, я все равно полторы оставлю на маникюр, а еще полторы, я найду, куда вложить, я помогу кому-то, я что-то сделаю, вы знаете, и волонтеры много где. Малинки, которые больше, которых ты просто считаешь, нужно пластичь. Знаешь, я где-то была, где-то тоже, то ли на терапии, то ли на игре какой-то, вот это меня занесло. И вот там мне выпала прям карточка, которая про меня, что что-то из области моего недоверия тяжелому люксу и снисходительного отношения, а это действительно так. Ну не куплю я себе сумку Биркин, не куплю, потому что я не хочу, потому что я считаю, что это какая-то бездумная, дурацкая трата. То есть лучше я вот какую-то куплю там другую сумку, намного меньше цены, и вот этот остаток я потрачу в более каких-то интересных для меня направлениях. Я вложу в родителей, в детей, в помощь кому-то, в образование себя, там еще на что-то тоже в себя, но никак не вот в этот тяжелый люкс. Мне кажется, вопрос ценностей, по всем вопросам. Сколько ты готов на себя тратить, столько ты себе позволяешь? Слушай, Настя, я готова на себя все деньги тратить. Все, но просто тут больше даже, знаешь, вот мне откликается, Юлина мысль, вот в какой-то момент ты сказала такую правильную, ну для меня лично вещь, да, что ты не просто себе рамки ставишь, типа вот на пять тысяч, что уложишься, то уложишься, да, вот все твое, а в состоянии получения удовольствия. То есть если ты идешь на маникюр за три тысячи, вот к русским девочкам, ты понимаешь, блин, это моя энергия, это мой кайф, я считаю, что это все правильно. Я не получаю таких эмоций. У меня есть сложности с графиком, еще какими-то вещами, поэтому когда я купила себе шелак и научилась красить ногти, а мне оказывается просто иногда в обычный цвет или я люблю такой, знаете, какую-нибудь там голограмму, мне нравится с такими мелкими блесточками, я понимаю, что я могу это сделать, когда мне удобно, я могу сделать это, тут слез ноготь, ты раз риска поменял, перекрасил, у тебя зависит. Мне вот этот контроль, самоконтроль намного удобнее, и даже если это выгоднее, дело не в том, что ты себе не можешь позволить, ты на другие вещи можешь себе позволить, да, потратить, но тут вот качество получения энергии обратной, честно, потому что вот для меня энергия – это путешествие. Вот туда я могу не менять машину, не менять платье, не покупать шубу, никаких биркинов мне не надо, но туда я готова все деньги спустить, вот просто, потому что это такой заряд энергии, но я прекрасно понимаю, что есть девочки, которые люксовый бренд, для них приносит столько же удовольствия. Ну, тоже энергия, которая у тебя в путешествиях. Да, 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 и она вкладывается в это, потому что вот это обратная связь. И тут то же самое, то есть у многих даже, я не знаю, мои любимые комментарии от девочки, которая составляет натальные карты, они говорят, но есть люди, у которых энергия приходит как раз-таки с салона красоты, обстановка, ты просто туда заходишь, и ты уже взял, то есть ты просто зашел, тебя встретили, налили там чаёчек, кофеёчек, и ты уже взял. Это круто. Это инвестиция не только в красоту, но и вот в свой баланс. Я за то, что не просто делает из нас куколок, конфеток, а за то, что тебя изнутри наполняет. Ну вот я здесь с теорией Юли немножко соглашусь, потому что меня реально наполняет, когда я ухоженная, прекрасная женщина. Я знаю, что я сходила там на эпиляцию, что у меня в порядке руки, ноги, волосы, всё классно, колосится, и там кожа моя. Я сделала, сходила на курс массажа, у меня там внутри организм меня тоже такой поблагодарил. Это меня заряжает, это даёт мне сил, это даёт мне уверенности определённые, какой-то даже внутренний, не знаю вообще, возможно, такой ли, но внутренний статус настиз вот собственной для себя очень прям меня это вдохновляет. Я подписываюсь, мне тоже так, когда вот ты по всем своим процедуркам прошёлся, своим мастерам, ты такой, о, какой я симпатичный. А ещё когда у тебя там классное бельё, классная одежда, но это не обязательно тяжёлый люк, потому что можно найти классное и в абсолютном масс-марте. Меня идентично, что ты посещаешь, а я в принципе всех посещала, что ты дома сделал, вот один в один. Но, если я сварю дома кофе и схожу в кофейню или в ресторан, вот это разные ощущения. Я заядлый просто посетитель всех мест, потому что я просто туда прихожу и уже заряжаюсь. То есть, ну вот, да, поэтому я прекрасно в теории могу понять вас и ту категорию девушек, которые, правда, не видят по-другому, как это может быть. Я люблю всё это дело, но, знаете, я заметила за собой, что мне иногда становится лень, это потому что такой постоянный процесс, ты каждый месяц что-то должен делать. Я только что ходила на стрижку, опять надо записывать. Самое усилие то, что тебе надо пойти. Да, и вот в этом плане люди, которые вот реально очень получат от этого много отдачи энергетической, им, наверное, это легче делать. А мне вот иногда я прям себя заставляю, хотя я знаю, что я буду себя круто чувствовать, но мне вот сама вот эта рутина, потому что она постоянная, постоянная поддержка. Ну, вы знаете, тут можно удариться. Я даже, вот, потому что я в таком же состоянии, как и ты, я даже там переплачивая, но я заказываю себе маникюр и педикюр в четыре руки, чтобы это всё быстрее закончилось. Быстрее, да, то есть ты сидишь такой, ну, мне прям плохо на маникюре, вот я сиду почти два часа, я прям очень жду, когда это всё быстрее закончится. Я перестала делать шелак, кстати, потому что это так долго, и потом снимать всё это, меня устраивает сейчас просто покрытие обычное, ну, это естественнее. Можно, кстати, очень сильно развить тему, но мы не будем про то, что вообще, а зачем мы всё это делаем? Сейчас нам кто-то скажет, ярые, не знаю, сторонники того, что надо быть суперестественным, зачем вы ходите напиляться, зачем вы выщипываете брови, зачем вы завиваете ресницы. Но тут вопрос, что мы себя так чувствуем круто и действительно этого хотим для себя, а не для общественного мнения. Ну, Вот, поэтому... Короче, мы начали с одного, закончили другим. Я к тому, что я теперь ищу 38-ю работу, чтобы все эти кайфарики себе обеспечивать. А ты знаешь, как ты хитро сказала? Ты сказала, что ты про калькуляторы, про деньги, а ведь на самом деле ты про любовь, про любовь к себе. Себя не забывать, когда не хватает денег, когда хочется больше, чем ты можешь себе позволить. Это про любовь, и это так круто. Это значит, ты в какой бы ситуации ни оказывалась, ты не забываешь в первую очередь на первом месте потребности своих. Юляш, я только этому научилась недавно. Я же вам говорила. Это прекрасно. Ура, хорошо, что я хоть в этом возрасте к этому пришла, а не в 68, ёлки-палки. Раньше же у меня как всё было? Всё ради семьи. На первом плане муж, дети, родители. И где-то там, вдалеке, моя Юляша, брошенная, никому не нужная, когда вот ты идёшь, дети же растут, ты знаешь, как нужно обновлять им гардероб, одежда, обувь, это бесконечный тоже процесс. И ты идёшь, договариваешься с собой, Настя, идёшь за той вот юбкой, которую ты хотела себе. И у меня раньше это как было? Какая юбка? Я выхожу с пакетами для детей. Я иду и чуть ли не плачу. Думаю, Юль, ты нормальная вообще? Мы зачем сюда приехали? Чтобы ты вот с этим вышла отсюда? У тебя там дети что, нечего носить? Или что происходит? Я не знаю, что у меня так несло постоянно. Или мужу, мужьям. И вот только недавно я начала отодвигать всех в сторонку, прикидывать, так, не умер там человек, не умер, нормально, живём. Значит, всё, я занимаюсь собой. Совсем недавно. Это чувство вины. Ты когда вот по себе начинаю слушать тебя, откликается, что ты иногда вешаешь ненужное чувство вины, что как я могу себе позволить сейчас пойти куда-то на встречу с подружками, просто одной пойти пить кофе или куда-то. Как? Ну вот же у тебя дети. Сиди, играй, развлекай, развивашки, ещё что-то. Но у тебя же муж был где-то на работе. Для меня сейчас после рождения детей работа это не место, где ты мешки с углём таскаешь. Это место, где-то отдыхаешь от семьи. Если это работа по любви, ты ещё и реализовываешься. Мы всё возвращаемся к этому прекрасному чувству. И поэтому нужно уметь вот так вот прямо снимать с себя вот этот фартук, винящий себя во всём женщины, отскладывать дома и уходить заниматься собой. Я сейчас максимально на контрасте с вами, с семейными людьми, живу только для себя. В моём мире всё крутится только вокруг меня. Я делаю всё, что я хочу. И мне, конечно, хочется верить, что я не буду испытывать это чувство. Ты не будешь себе? Да, но это, наверное, никто не застрахован от этого. Нет, это зависит от тебя. Я буду учиться на своём опыте. Да, это будет зависеть от тебя. Это будет зависеть от тебя, от твоего окружения, твоего партнёра. Насколько вы будете понимать и коннектиться, что когда у меня муж вышел из машины, я говорю, ты взял памперс мелкому? Он такой говорит, ну, блин, ты же женщина. Я говорю, в смысле? Это что, мой памперс, что ли? Это памперс ребёнка, мы должны думать о нём вдвоём. Я вспомнила, напомнила. У меня так в первом браке было. Ну, поменяешь памперс, но я не умею. А я специально, я специально акцентировала именно на этой истории, потому что у меня муж вообще супер просто обалденный, крутой отец, где мы на равных. Но это я про то, что в смысле? Ну, это наш ребёнок. Это наши общие задачи. И нету такого, что ты должна или ты должен. Почему? Я себе должна что-то, да, и ты себе что-то должен. А это мы вместе решаем по ходу действий. И очень важно не давать людям никогда затрагивать твою территорию. Любить себя. У нас прям девиз просто сегодняшнего выпуска. Да, любовь правит всем. До свидания, девочки. Люблю вас. Пока. Я ещё хотела что-то сказать, но уже ничего не важно. Мы тебя красиво. Мы тебя любим, Анастасия. О, спасибо. Девочки. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова